Положила патчи под глазки. С холодильника, кстати, достала. Положила уже в холодильник. Холодные сразу, прикольные. До этого сделала масочку зеленой аптеки. Очищающая, по-моему, какая-то. Вот так вот. С утра уже... Да, рыбка ждет своего часа. Бутылка такая страшная, потому что я ее не меняю. Вот, рыбка вот... Ну, это от чая, от жира рыбы. Потом залью рассолом, когда рассол остынет. И будет рыбка в холодильнике стоять у меня пару дней. И можно кушать. Ну, она устоит и дольше. Потом, когда понадобности, мы ее с рассола достаем. Бутылку каждый раз я не обрезаю. Вот так это остается. Выливаю рассол и вложу новую рыбу и новый рассол заливаю. Здесь у меня в мойке две курицы. Я их сейчас запекать буду. С яблоками, наверное. Может быть, без яблок. Не знаю. Посмотрю, чтобы было кушать на несколько дней. Я надеюсь. Себе яички приготовила. Буду варить. Вот. И сейчас покажу красоту вам. В Киеве выпал снег. Уже такой более или менее настоящий. Но я думаю, он все равно потает, конечно. Но уже такая вот красота. Виталинка пошла в школу. Ну, а я занимаюсь домашним хозяйством. У меня такая красота. Вот это вот то, что я вчера сделала. Сейчас покажу. Вот. Так красиво этот светильник получился. Обалденно. Ценой светил так ярко. Класс. Красиво очень. Ну, возможно, я потом что-то поменяю. Может, эту банку буду для другого использовать. Ну, очень круто. За 55 гривен такая банка. Шикарно. И вот сюда поставила в этот подсвечник свечу. Надо отрезать эту штуку. Такой вот светильничек. Очень круто. Вчера в ее зашла. Прямо вот чуйка была, что будут скидки. Надо будет тут прибраться. Потому что у меня здесь... Здесь бардак. Вот. Здесь вообще вам накидали. Что попало. Поэтому надо тут поупирать будет. Картина такую я вышивала сама. Виталинка была маленькое письмо. От Виталиночки мне. Короче, буду тут убирать. Потом. Пока поставила. Потому что очень красиво. Скупала, кстати, Нику. Он спит под батареей. Ну, чуть-чуть дрожит. Но что-то слезла мимо подстилки. Непонятно. Высохнет будет нормально. Потому что уже и запах у нее, конечно. И затечки. Уже с кабелями гулять не будет. Так что уже нам этот запах не нужен. Уже можно вымываться. Вымыла ее. Вычистила уши. Все ок. Спит она. Так, курочки идут в духовку. Яблоки напихала вовнутрь. Таких положила валетом. Вальтом. Чтоб они... Ну, чтоб свободнее было. Здесь у меня гречка сейчас сварится. Буду кушать. Гречка. Я ее промыла. Поставила. Закипела она один разочек. Я слила эту воду. И залила чистой. Вот так вот. Мне так больше нравится. Потому что иногда такой запах неприятный присутствует в гречке. Дочки, пошли в духовку. Мои витаминки с утра. Еще две после еды. Такая красота. Сейчас я буду яйца себе чистить. Наверное, три яйца скушаю. Гречку. И чуть-чуть рыбки. Остаток у меня. Так, мой завтрак. Три яйца. Гречка. Без масла, без ничего. И капусточка квашеная. Вот. Съем еще рыбку. Витаминки мои. Ну и водичка. Водичка с лимоном. Все. Курочки мои готовы. Такие вот красотки. Я выключаю духовку. Повесила два пододеяльника. Сушится. Не знаю. Надеюсь, они до вечера высохнут. Потому что мне они очень нравятся. Я бы хотела их постелить опять. Вот этот классный. Я купила в Ярославе. Жалею, что один взяла. Классный. Конечно, он был не дешевый. Но так расцветка нравится вообще. Я бы купила еще такой пододеяльник. И две наволки. Так что постирала. Может до вечера высохнет. Нет, другого возьму. Сейчас постель не буду застилать. И здесь у меня... Смотрите, это я сейчас в ванной все снимаю. На батарее сушила. Сейчас буду перебирать носки, трусы тут. Кому что раскладывать. Артуру, мужу, мне, Виталине. А здесь все мое богатство. Сейчас буду выкидывать все лифчики, трусы. Чем я не пользуюсь. Короче, все повыбрасываю. Потому что ящик забитый. Вот такой уже там бардак произошел. Вот. Все вот так навалено было. Не хочу. Много чем не пользуюсь. Много носков всяких уже позаношенных. Все хочу выбросить. Вот. Оставлю только самое-самое. То, что мне удобно. То, что я ношу. То, что не сползает, не залазит. Никуда не натирает. Короче, вы поняли, да? Поэтому занимаюсь разбиранием шкафов. Здесь вот так на крышку машинки навешала белье мокрое. Сейчас пойду развешу его. Здесь в коридоре у меня сушка стоит. У меня сушка. Сейчас буду все сюда вешать. Так, сейчас не успела помыть вот тут на подоконнике. Только половинку. Там вторая половина не мытая. Вот эту часть окна помыла. Окно там внизу помыла. Все там почистила. У нас краска, видите, получилась. Здесь вот. Но цветочки все полила. Все помыла под краном. Вот самый лучший полив, говорю, кто меня спрашивает, как цветы хорошо, чтобы так росли. Самый лучший полив, это вот мыть под краном. Вы помыли под краном цветок. И заодно его полили. И все. Ну и плюс удобрения. У меня будут цвести орхидеи. Вот один цветонос. Хотя вот этот еще, видите, только отсвел. И он еще тут цветокининка. Если помазать вот эти вот почки, то будет цвести. Вот цветонос. Вот цветонос. И вот тоже есть цветонос, по-моему. Вот. Так что цветы чистенькие. Все помытые. Вот. Я с той стороны потом помою. Миски кошачьи. Тоже надо вот тут, видите, все вымыть горкой. Вот так вот. Это в цветы я посадила. Мне Вероничка дала. Мне кажется, им тут холодновато. Ну, посмотрим. Уберу потом, может быть, и мое дерево, которое я нашла. Красивенное. Уже разрослось. Уже тут новые. Видите, какие повырастали. Скоро деревья будут. Пока в горшок другой не пересаживала. В тот, что пересадила. Он чуть-чуть побольше, но маленький все равно. Потом пересажу чуть попозже. Так, а у нас дождь. Вся эта красота тает. А я в шубе. Потому что мы пришли на рисование. Вон там Виталинка. На втором этаже. Вот. Ждать ее холодно. Поэтому выход один. Шуба. А под ее шубомикательный. Ну, короче. Такие пироги. Машина мне сейчас бы очень пригодилась бы. Вот. Так что. Пойду, наверное, не знаю. Не хочу никуда идти. Потому что это тоже далеко куда-то идти. Просто мне это близко ничего нет. В принципе. В Макдональдс можно сходить. Но тоже не супер близко. Или вот тут под крышей стоять. Вон родители стоят. Видите. Сейчас буду думать. Мы тут уроки делаем. Я не показываю. Почему? Не показываю. Мне только голову. Так. Пончик Виталина съела. Пока я ее ждала с рисования. Купила сыр вот такой гауду. Завтра в школу ей дам. Мы отказались от шкельного харчевания. От едалки. Мандарин взяла чуть-чуть вкусный. Взяла вот такую вот хурму. Сейчас скажу, как называется. Роха. Роха. И взяла вот такие сосиски. А, еще сыр вот этот взяла. Камамбер. Вот. Почему каждый день? И такие сосиски. Не очень состав. Но из того, что было, более или менее. Вот так вот. Будут у нас сосиски в тесте. Маленькие. Вот такие. Маленькие? Но не целые. Половинки делать? Ладно. Посмотрим. Все. Пока делаем укормовую. Идем военкомод. брать приписную. Жду под дождем. Сыночка. Потому что меня не пустили. Военкомод. Как я предполагала. С ним пришла. Документы у него. И он пропустили. А меня нет. Пошел узнавать за приписной. Наехали на нас мальчики. Почему вы раньше не приходили? Таким уж только 17 лет. А нет. Надо было раньше. Я говорю. Ну я не знаю. Незнание закона не освобождает от ответственности. Я говорю. Да. Ну я не знаю. Ничего. Все. Короче. Пока он пошел. Я наверное сейчас в фору схожу. Положу. Чтобы не ждать на улице. Хотя до форы тоже идти надо. Но все равно. Мне пальто это очень нравится. А вот капюшон мне в нем не нравится. В нем опушка была. Искусственная. С опушкой она лучше смотрится. Но сама опушка мне не нравится. Рыжая во-первых. И сильно огромная. Если бы что-то другое купить. Другую опушечку какую-то. Так. Тут мы гулялись. Ну я иду сейчас. В магазинчик зайду. Италинка на хор хотела. Сейчас вот хочу Италинку куда-то опять отправить. Не знаю. Чтобы она куда-то ходила. На спорт какой-то. Итусная инкоманка домой. Ишли еще в кишель. Посмотрите какой дождь. Она все мокрая полностью. Внутри нормально сыро. Кошь капец на улице. Здесь снежок будет. А тут тоже. Сейчас захожу домой. Пришла домой. Намокла. Италина сегодня 6 уроков. Надо бежать. Сейчас за ней в школу. Зачем инкоманте на нас. Наехали. Сказали. А что это вы раньше не приходили? Я говорю. Так ему только 17 лет. А не. Нет. Это так поздно. На этом. На этом. Как оно там у них. На рецепшене. На проходной. Я говорю. Не знаю ничего. Незнание закона. Не освобождает от ответственности. Два там умника сидят. Такие лет по 20. Ой блин. Я говорю. Да. Я не знаю ничего. Говорю. Понятно. Я говорю. Нам в колледже сказали принести приписное. Все. Делаем сейчас приписное. Потому что ему 17 лет. И чтобы не делать это в 18. Чтобы не забрали. Короче. Сейчас быстренько покажу. Что купила. Потратила 400 гривен. Вообще непонятно на что. Честно. Вот не понимаю. На что я потратила 400 гривен. Потом приду со школы. Обязательно пересчитаю чек. Вот. Сейчас. Минутку. Я просто вам влог выкладываю предыдущий. Так. Поэтому мне надо все время туда заходить. Чтобы не слетело видео. Так. С сыном заходили. Он взял себе такое пироженка. Типа желейного. А Виталине я взяла две булочки с чесноком. Вот эти. Пампушки. Так. Взяла 4 Машеньки всем нам. Может не всем. Не знаю. Мы с мужем сейчас пока вчера продержались на диете нормально. Вечером даже ничего не ели. Еще две. Взяла вот такую игрушку. Фею. Пластмассовая. За 19 гривен. Я уже много лет не покупаю стеклянных игрушек. Ну потому что сначала были дети. Потом были. Было дитё. Потом была кошка. И короче все. Жесть стеклянных игрушек на этом закончилась. У меня есть стеклянные игрушки. Они все лежат в коробке. Такая фея. Она симпатично смотрится. Ну из того что там было. Вот таких игрушек по 19 гривен. Только фея мне понравилась. Мужу взяла для украшений. Вот такой ящичек. Для украшений. Ну не украшения. Там часы у него. Такой браслет. Вот таких. Три новых сырка у меня было. Зла года. Лимон лайм. Мы два с Абтуром съели. Очень вкусно. Очень. Я Виталинки оставила. Ну кто любит такой вкус. Артур себе взял снежинки. Вот такие. Я пошла туда за шариками. Новогодними. Но эти шарики оказались стеклянными. Поэтому я их не взяла. Взяла сначала перламутровые. Перламутровые мне понравились. Стеклянные. Ну короче я их не взяла. Потом взяла перламутровые пластмассовые. Но они какие-то сероватые. Блекловатые. А потом я увидела вот такие вот блестящие. Ну сейчас дневной свет. Оно не видно. Но они переливаются. Такие как сахаром посыпанные. Три штучки взяла. И четыре хлопушки обычных. Мы уже с мужем их хлопали. Когда гуляли вдвоем. Муж купил там подороже. И вот эти подешевле. Оказались одинаковые. Так. Еще мы взяли четыре шоколадки. Такие вот они. Сейчас по 15 гривен. Сыну таскать. Он любит шоколад молочный. Он одну забрал. Три я положу тут дома в запасы. В принципе я ему и брала. Потом он говорит. Ой давно хотел такие римские свечи. Сейчас положу. Кстати наверное. Вот сюда. Нет. Пока не положу. Потому что уйду боюсь. Батареи оставлять. Хотя с ними ничего не должно случиться. Так. Он себе взял для гаража. Вот такую римскую жидкость. Для мытья. Обезжиривать там. Взяла еще одну такую гирлянду. Как в юске я купила. Просто сын сказал. Что говорит. Я бы тоже себе поставил какую-то вазочку. Там с гирляндой. Ну я ему говорю купить тебе. Он говорит. Так у меня вазочки нет. Я говорю. Так я тебя организую. Что ты переживаешь. Одни носки вот такие за 9. Я всегда там беру. Там белые и серые и черные. Классные вот эти носки. Хорошие. Кстати у них очень хорошее качество. Вот такое вот. Ничем не хуже. Есть такие же по 20. И за 29 взяла ему такие высокие. Потому что нигде ничего найти нельзя. Дешевле. В этой цены. Ну 25 бывает. Короче взяли вот такие гейм овер. Сейчас модно. Да. Короткие штаны. Тем более он длинный. Высокий. На него все штаны короткие. Поэтому. Поэтому носки длинные. Вам помощь. Все. 404 гривны. 85 копеек. Нифига не купила. Просрала. Просто деньги. Ладно. Приду пересчитаю. Все. Сейчас бегу за Виталинкой. Возьму наверное зонтик. И побежала. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok.